Натуральное молоко по 30 рублей от АО «Заречное» появится до конца этой недели на камчатских прилавках. Об этом стало известно на выездном совещании, которое провел губернатор Владимир Илюхин на базе одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Камчатки. Главной темой обсуждения стало расширение ассортимента молочных товаров и выпуск качественной и натуральной продукции по социальной цене. Настрой наших производителей говорит о том, что и должна вырасти линейка в ассортименте. Они пытаются сегодня бороться с перевозной продукцией, в том числе и вопросами стоимости. Мы знаем, что то, что нам сегодня привозят, это не всегда качественное, но оно всегда конкретно по цене, потому что ничего другого нет. И очень приятно, что за последние годы наши производители, все на первую очередь те, кто работает в молочке, сделали очень многое. Они создали сегодня производство, на этом месте еще 5 лет назад ничего не было. Потом появился цех, я помню, в 2014 году мы его открывали, и половина помещений была пустых. Сейчас заполнено все оборудованием и выпускают совершенно замечательную, вкусную линейку нашей продукции. Вы помните, в свое время гонялись там за Мильковской сметаной, сегодня все здесь есть в нашей агломерации, Петропавловской, Елизовской. Это очень важно, потому что такие вот драйверы, сельхоз производства, как совхоз Заречный, они помогают нам с какой-то уверенностью будущее смотреть. Губернатор обратил особое внимание на возможности расширения ассортимента молочной продукции от местных производителей. Ключевым фактором в этой работе должна быть стабильность, чтобы камчатский потребитель был уверен в качестве приобретаемого продукта. Мы сейчас должны понимать, что в итоге мы видим на прилавках, какого качества и по какой цене, потому что мы об этом сегодня тоже говорили, необходима стабильность, чтобы потребитель привык, чтобы камчатский житель привык к тому, что эта продукция есть всегда, что есть выбор, и не только, еще раз говорю, по качеству, но и по цене. И поэтому, конечно, здесь никакой цикличности быть не должно, должна быть стабильность. И здесь предстоит министерству очень активно поработать с тем, чтобы всех производителей настроить на одну цель, с тем, чтобы все-таки на прилавках камчатских магазинов, торговых сетей превалировала наша продукция. Я понимаю, что у наших коллег-производителей сегодня прозвучали такие амбициозные цели, давайте мы вытесним окончательно и бесповоротно все привозное. Невозможно. Мы такая территория, где мы не можем все у себя производить, но доминировать на этом рынке, безусловно, мы должны. Руководитель Ауза Речная Владимир Устеменко заявил, что предприятие готово выпускать молоко по сниженной цене. Первая партия продукции поступит на камчатские прилавки до конца текущей недели. При поддержке правительства мы сделаем социальное молоко. Социальное направление – это значительное снижение цены на социально значимые продукты. То есть молоко, кефир и творог. Я думаю, это в ближайшее время мы сможем сделать, потому что мы к этому готовы. Молоко будет стоить 0,5-30 рублей, кефир будет стоить 0,5-50 рублей, и пачка творога 250 граммов будет стоить 65 рублей. Это те цены, которые будут в рознице, те, которые получат покупатели. Предприятие намерено усилить работу с торговыми точками, чтобы люди любого района полуострова всегда могли приобрести доступную и качественную продукцию в любом магазине. Кроме того, в дальнейшем Заречная хочет запустить в продажу социальный сыр и попробовать себя в производстве мороженого. У нас всё готовится из натурального сырья, без добавления каких-либо консервантов, красителей, пищевых добавок, потому что на материке уже как бы это всё не так. А у нас всё из натурального сырья, конечно, качество хорошее, сыры все вкусные, творога тоже, и хотелось бы дальнейшего развития. Добавим, ежегодно правительство Камчатского края оказывает около 80 различных мер государственной поддержки местным сельхозтоваропроизводителям. В 2019 году ими воспользовались 292 индивидуальных получателя. Ежегодно губернатор и правительство Камчатского края оказывают поддержку на каждый произведённый литр молока. То есть в этом году это практически 6 рублей. Именно вот эти меры позволяют нам снижать, на сегодня снизить цены на молоко. Есть ещё поддержка по технике завозимой, то есть мы можем модернизировать наше производство. Есть на завоз минеральных удобрений, семян. Всё то, что мы сюда везём, это очень дорого. И правительство нам частично компенсирует эти затраты. Отметим, что объём производства молока в Камчатском крае за последние 10 лет увеличился в два раза. Так, в 2019 году это почти 22,5 тысячи тонн. Субтитры создавал DimaTorzok